Путешествие по Вселенной вместе с Европейским космическим агентством Мы посылаем на Марс роботы, мы исследуем его поверхность, мы вот-вот начнем проникать на глубину планеты. И все это в поисках подтверждений, знаков того, что когда-то, возможно, на Красной планете существовала жизнь. Если жизнь вообще существовала помимо Земли, то, вероятнее всего, это происходило на Марсе. Вероятно. Пока процесс поиска доказательств далек от завершения. Ученые по малым фрагментам выстраивают единую картину. Меня угнетает, что из-за огромного количества пыли мы не можем глубже проникнуть в те или иные части планеты. Ничего не видно ни марсоходу, ни с орбиты. Астронавты, физики, инженеры чувствуют себя настоящими детективами. Идет активный сбор материалов в пользу предположения, что Марс некогда был, а может быть и остается, площадкой, где возможна жизнь. Смотрите, если что-то, что мы ищем, перестало существовать давным-давно, 3,5 миллиарда лет назад, то неудивительно, что следы этого чего-то весьма и весьма подпорчены временем. Последнее десятилетие позволило ученым накопить критическую массу знаний о Красной планете. Скачок вперед стал возможным благодаря запуску Марс-экспресса. Этот космический аппарат с отделяемыми зондами находится на орбите с 2003 года. Его главные задачи — составление глобальной геологической карты Марса, построение глобальной карты распределения минералов, исследование атмосферного состава планеты, слоев грунта. За 10 лет мы узнали и обнаружили невероятно много. Из самых важных открытий я, пожалуй, назову обнаружение на Красной планете гидроминералов, минералов, для формирования которых необходима вода. Их присутствие подводит нас к выводу, что да, на Марсе много миллионов лет назад была вода — источник и необходимые условия жизни. Подобных пород обнаружено немало. Минералогическая карта Марса, составляемая при помощи Марс-экспресса, позволяет ученым определить участки планеты некогда богатой водой. Что дают эти знания? Возьмем, к примеру, глину. На Земле для ее формирования необходима вода, жидкость. А еще нужно время, довольно длительное, за которое происходит трансформация твердых пород в глинистые. А вот сульфаты формируются быстрее. Нечто подобное мы наблюдаем в соленых озерах на Земле, когда при испарении богатой соединениями воды происходит кристаллизация минералов на поверхности. Фотографии с Марса человечество получает с 1965 года, благодаря аппарату Маринер-4. Тогда он подошел к Марсу на дистанцию в 10 тысяч километров, став первым космическим аппаратом, передавшим фотографии этой планеты на Землю. В 70-е годы проникновения в тайны Марса продолжили космические викинги. Такое имя было дано американским космическим станциям. Небольшие миссии, разрозненные результаты и так долгие десятилетия. Подход к изучению Марса стал комплексным, благодаря проекту Curiosity. Самый большой и совершенный марсоход массой почти в тонну, доверху напичканной научной аппаратурой. Curiosity опустился на поверхность Марса в кратере Гейла, расположенном на экваторе планеты. Определение его местоположения облегчает вулканы, которые мы хорошо различаем. Он пробудет на Марсе в общей сложности два года. Марсоход, работающий на Красной планете с августа прошлого года, оснащен лазерным спектрометром. Он был придуман и воплощен в жизнь инженерами из французской Тулузы. Мишенью спектрометра становятся камни, скалы, любые твердые породы, которые подвергаются тщательному анализу. То, как работает устройство, видно на примере тестовой аппаратуры на Земле. Мы называем это марсианской комнатой. Внутри созданы условия, приближенные к тем, которые реально существуют на Красной планете. Мы добиваемся состояния вакуума, помещаем туда образцы пород и закачиваем газ, который по составу близок к атмосферному составу Марса. Лазер нагревает мишень десостояние плазмы, то есть мы воспроизводим условия, в которых идет изучение пород на Красной планете. Лазерный спектрометр способен поразить мишень с расстояния 6 метров. Если первые результаты интересны, марсоход обеспечит забор образцов породы для более детального анализа. Ровер зашел в небольшой бассейн, углубление, которое похоже на высохшее озеро. Вот тут самое время вновь задумываться над вопросами возможности существования жизни на Марсе. Если исходить из допущения, что жизнь существует не только на Земле, могла ли она в какой-то период времени существовать и на Марсе, благодаря совокупности условий и факторов? Пока ответ скорее утвердительный. Curiosity приземлился в месте, где вода была, причем нужной для поддержания жизни температуры и нужного состава. Однако за 3 миллиарда лет условия изменились. Здесь значительно ослабло магнитное поле планеты, что привело к сдуванию и стончению атмосферы. Здесь слишком тонкий атмосферный слой, поэтому жидкая вода не удерживается стабильно на поверхности планеты. А вот в атмосфере частицы воды мы видим ясно. Вода там представлена в виде ледяных кристаллов у южного и северного полюсов Красной планеты. Лед есть не только в атмосфере. По данным, полученным благодаря аппарату Mars Express, огромные ледяные залежи скрыты под толстым слоем пыли. А еще на Марсе есть метан, газ, присутствие которого может служить косвенным подтверждением существования на Красной планете жизни. В самом начале своей миссии в 2004 году Mars Express обнаружил очень малое содержание метана в атмосфере Марса. До сих пор ученые спорят, насколько точны произведенные измерения и действительно ли речь идет о метане. Но если все верно, то встает важный вопрос. За счет чего происходит его пополнение в атмосфере? Метан ведь очень неустойчив. Версий несколько. Это может быть результат геоактивности подземных пород, вулканов или же знак биологической активности микроорганизмов, выделяющих метан. Это значит, что Марс активен с точки зрения геологии или биологической активности, которая может генерировать этот метан. Окончательно прояснить ситуацию вокруг метана и его происхождение на планете станет задачей следующей космической миссии ExoMars. Речь идет о европейском проекте с участием России, в рамках которого в 2016 году на орбиту будет запущен спутник, а в 2018 году поверхность Красной планеты пересечет новый марсоход. Ну, если вам нравятся современные роверы 4х4, то новый марсоход будет еще лучше. У него три пары колес, причем каждое колесо поворачивается куда хотите. Плюс он оснащен дополнительным двигателем, позволяющим совершать очень точные движения — вперед, назад. А еще мы можем запрограммировать его на то, чтобы вставать. Тогда его колеса превращаются в ходули. Видите, он многое может. Плавно катиться тоже, кстати. Итак, каких данных не хватает ученым для построения более точных рабочих версий, касающихся жизни на Марсе? Разгадку, считает этот специалист, следует искать в твердых породах. Вот скала, которой, возможно, 3,5 миллиарда лет. На земле некоторые окаменелости образовывались, когда микроорганизмы попадали в высоко концентрированные потоки кварца или других ископаемых материалов, находящихся возле гидротермальных источников. Окружающая сведа ранней Земли и Марса, как полагают ученые, была похожей. Значит, если мы найдем на Красной планете что-то отдаленно напоминающее эту схему формирования пород, то это действительно будет поворотным открытием. Пока ученые спорят, где именно лучше приземлиться новому роверу. Многие склоняются к тому, что наибольшее количество следов и свидетельств бывшей жизни можно обнаружить в древних кратерах. Кратер Морт-Валес, к примеру, очень интересное место. Там сохранились огромные залежи глины, и вообще этот кратер один из древнейших на Марсе. По крайней мере, из тех, которые оказались на доступной нашей технике высоте. Ученые единодушны. Разгадка прошлого и настоящего Красной планеты, Марса, может дать ключ и ко многим тайнам нашей собственной планеты Земля. Появлялась ли жизнь на Земле в разные периоды и в разных местах? Вполне возможно, что условия для ее возникновения существовали сразу в разных местах. Так вот, произошло ли появление жизни в них одномоментно или нет? Если мы поймем это, то можно смело делать вывод. При определенных условиях жизнь зарождается легко. Мы не знаем, была ли жизнь на Марсе, когда и какая, но мы можем предположить, что речь шла о формах жизни, питающихся породами. То есть это не фотосинтезирующие бактерии, как сегодня, а более примитивные формы жизни, которые, кстати, были характерны и для раннего этапа существования Земли. Да, у нас достаточно свидетельств возможности существования жизни на Марсе, но означает ли это, что жизнь и вправду была? Вот это неясно. Пока мы не увидим своими глазами ее проявление, загадка будет оставаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok